МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. В эти рождественские предновогодние праздники мы встречаемся с вами. И мы рады входить в ваши дома с благой вестью, с хорошей вестью, с доброй новостью, с радостными лицами о том, что мы весьма рады тем, что Иисус Христос, ваш и мой Господь, ваш и мой Спаситель некогда воплотился на эту землю. Боговоплощение. Мы проходим этот период. О чем мы говорим, беседуем, о чем мы показываем в наших программах, в наших телевизионных проектах, о том, что все человечество сегодня, оно празднует великое, великое событие. Поэтому присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь и вашими сердцами, и вашими мыслями, и всем, что вы есть, и всем, кто вы есть, вашими семьями, вашим служением, присоединяйтесь к нам. Вместе мы будем радоваться. Я не один сегодня. Я рад предоставить пастора Виктора Музычука церковь Милхиседек. Приветствую, пастор. Приветствую. Спасибо, пастор Юрий, за возможность, за приглашение. Верю, что сегодня это послужит нам всем благословением. У тебя есть возможность присоединиться к моим поздравлениям, пожалуйста. Поздравить наших, да, возлюбленных телезрителей. Ну, вы знаете, возлюбленные, с Рождеством Иисуса Христа, если вот представить мысленно, убрать этот праздник, убрать имя Иисуса, то это все равно, что вот есть целая неделя, а воскресенья нет. Это жизнь однебудня. Я верю, что вот Иисус, рождение Иисуса, это праздник. Вот мысленно представил себя без Иисуса, или жизнь на земле без Рождества. Это что праздновать? Нету, что праздновать. Поэтому Иисус – это наш настоящий праздник. Из величайших праздников – это Рождество, это Пасха, то есть это из величайших праздников. И третий, индивидуально, если говорить личностно, это наш приход ко Христу. Да, конечно. Это третий величайший праздник в жизни человека. Поэтому я не могу представить, как люди живут без Иисуса, без Рождества. То есть ты ни к чему не идешь, ни к чему не стремишься, ничего не отмечаешь в жизни. Ты знаешь, что я заметил? Что с приходом нового президента нашего, президента Трампа, поменялась атмосфера в магазинах, в Старбак. Это не в целях рекламы Старбаксу делать. Я редко там бываю, но сегодня заехал. Ты тоже там был, наверное. Я не был в Старбаксе, у меня дома я делаю обычное кофе. Несколько лет назад из всех этих магазинов выбросили рождественские, ты же знаешь. И было возмущение христианства в Америке, потому что пошел тренд, пошел уклон, чтобы не делать, не оскорблять чувства неверующих, атеистов и мусульман. Значит, повыбрасывали все рождественское, пение там и прочее. А все возвратилось. Один человек. Поют, поют сейчас. Один человек. Потому что занял твердую позицию, что ценности должны быть возвращены. И я так зашел, как я говорил, в Старбакс и начал размышлять, думаю, насколько вот этот человек, насколько он переменчив, насколько он сдвиг у него, может быть, ему там сказали или ему намекнули. Или ему, даже не запрещали, но так вот, и вот это веяние, поползновение нации, оно, 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 или, как мы говорим, оно возвращает нацию на круги свои, то есть нация начинает снова, ну, поклоняться Господу. Конечно, это, я считаю, что это великое привилегие, что мы празднуем, ну, открыто день рождения Иисуса. Хотя сам день рождения Иисуса никто не знает, когда он был рожден, но приятно. Я смотрел вот речь нашего президента Дональда Чампа и думаю, вот, конечно, она написана, она продумана, но речь верующего человека открыто говорит об Иисусе, о рождении, о спасении. И думаю, в этом и суть праздника, что есть причина, а причина Иисус Христос. Вот это делает нашу жизнь праздником, а без Иисуса нет праздника. Итак, с чем мы, пастор Виктор, с чем мы подходим к грядущему Новому году? К новому празднику, да. К новому празднику. Ну, я вот размышлял над этим вопросом, вообще, каждый раз, когда приходит новая дата, Новый год или день рождения, о чем мы в первую очередь думаем? Что наша возможность на самом деле сокращается. Почему сокращается? Потому что время сокращается. Ну, и что пользует, что мы думаем о больших вещах, если мы не пользуемся нынешним временем. Поэтому, конечно же, для меня, как бы, вот это осознание, оно, с одной стороны, ну, такое, как бы, не очень приятное, такое депрессивное. С другой стороны, оно мотивирующее. Потому что каждый раз я задаю себе вопрос. Хорошо, Бог выделил мне это время, как бы, как я его использовал, потому что в зависимости, вот эту мысль хочу особенно подчеркнуть, как мы использовали время в настоящем, вот с таким настроем мы входим в следующий год. Если мы в настоящее время не были активны, не отдавались на 100% ожидания наши, ну, от следующего года, будут весьма невелики, то есть небольшие. Почему? Потому что мы не верим ни в себя, не доверяем ни Богу, и думаем, ну, кто его знает, что же принесет мне в следующий год. Но если мы отдавались в настоящее время, то у нас есть вера и в будущий год. Я так скажу, суммирую то, о чем ты говоришь, что упущенное время, это где-то нами упущенная возможность. Это упущенное служение, это какая-то упущенная встреча, может, упущенная молитва еще одна. Упущенное время, потерянное время, это потерянная возможность. Возможность засвидетельствовать, возможность сказать хорошую благословенную проповедь. Время, я как понимаю, это как наши инвестиции. Время, как инвестиции. Вот мы можем инвестировать время, так как мы инвестируем деньги. Есть что-то смежное в деньгах и во времени. Потому что это наша жизнь. Или мы можем тратить, или мы можем тратить, так как деньги, туда-сюда, туда-сюда, без разбору. Вот заходят в магазин, надо-не надо, особенно в эти праздники. В Америке дети любят заходить в доллар-стор. Зашел, купил много, а ничего ценного. Ничего ценного. Точно так и с временем. Или мы инвестируем, инвестируем это время, и потом мы как результат этих инвестиций, мы видим взращенные дети, взращенное служение, поднятое церковь. Ну так или нет? Конечно. Вот часто мы думаем, что чтобы наша жизнь изменилась к лучшему, чтобы Новый год прожить очень хорошо, то мы всегда думаем, нужно сделать что-то великое. На самом деле это не так. На самом деле нужно любить, ценить, почитать маленькое, которое в настоящем. Потому что если мы хотим, чтобы что-то было великое, что такое великое? Это сумма множества хороших маленьких вещей. Я вот заметил простую вещь. Иногда мы думаем, ну как же прожить жизнь хорошо, год хорошо. Встретить Новый год хорошо. Все, что нам нужно. Вот тех людей, которые Бог дал нам вокруг нас. Это наша семья, это может наши друзья. Узкий круг. Конечно. Это могут быть наши дети или наши внуки. Научиться их чтить, уважать и любить. Почему я говорю эту важную мысль? Потому что легко любить тех, которых мы не видим, или они на расстоянии. Ну скажем, видим человека на телевидении вот сейчас, да? Нам кажется, вот его я бы любил. Вот если бы это был мой пастор или мой муж, то, конечно, его можно любить. Но это так мы думаем. На самом деле каждый из нас имеет массу недостатков. И вот что происходит? Когда мы видим своего близкого друга, пастора, сына, дочь, внука, мы же видим не только добрые стороны, полно плохих сторон. И получается, вот эти плохие стороны, они мешают нам, что постоянно любить и уважать этого человека, ценить. Но на самом деле, что происходит? Не уважая свой близкий круг, мы разрушаем свою собственную жизнь. А если человек вот увидел своего сына, и он думает, а может это последняя возможность любить его? Дочь свою, близкого своего, пастора своего. Или кто бы это ни был. Если человек начинает любить ближних своих по-настоящему, уважать от сердца и делать добро вот тем людям, которые вот вокруг его, то что происходит? Он растет. Он чувствует, что он жизнь живет в полноте. И поэтому у него что есть? Надежда, что следующий год будет еще лучше. Дело в том, что мы начинаем по большому счету упражняться и учиться, как относиться к окружающим вне, с тех пор, когда мы научены это делать внутри, как ты говоришь. Если в семье мы не научены, если нам не привили, если у нас не культивировали эту почву взаимоотношений. Говорят, он очень хорошо относится, например, говоря о служителе, о служении, о миссионере или о евангелисте. Он очень, так он хорошо, так он здорово на окружающих работает, так он спасает. Но посмотришь, я обобщаю, но посмотришь на семью, на некоторую семью, а это желает быть лучшего. И думаешь, каким образом можно спасти весь мир, но повредить. Но в душе своей Христос говорит, но по-украински это не сбудував семью, то есть не построил взаимоотношения тесно с детьми, с женой, с родителями, то есть с друзьями. А навне можно так шуму много делать. То есть я не конкретизирую, но если уж в тему, самая хорошая среда для того, чтобы упражнять, учиться, научиться и быть успешным уже и в служении, это касается всех сфер, это и служение, это и бизнеса, это и политика везде. Вот смотри, что сейчас происходит, вот смотри, что происходит сейчас в области политики. То есть сходятся своих позиций сенаторы, отказываются от своих служений, то есть от своих позиций, бизнесмены известны. Смотри, что в Волливуде делается. Настолько разнобой и настолько развал семей по причине неверности, по причине, как говорится, сексуальных домогательств и прочее, и прочее. То есть мы видим сплошной развал, сплошной развал, сплошь и рядом. Дошло до того, я, кстати, вчера или сегодня где-то, я читал в новостях, что в одной из европейских стран настолько разводы превысили сочетание семей, что обратились к Папе Римскому, чтобы он вмешался в эту ситуацию. Потому что демографически, когда разводы, когда не рождаются дети, эти демографические нации деградируют, и она умирает. Поэтому обратились официально к Папе Римскому, для того, чтобы он как-то специально обратил внимание на эту нацию. Я думаю, обожди, но есть же слово, есть слово Божие. Поэтому это говоря в тему, если мы научены работать со своими близкими и внутренними, значит, нам намного проще и успешнее, и плодотворнее мы будем работать вне. Продолжай. Конечно, вот эта мысль, она очень ценна с обеих сторон. Во-первых, что это самая великая заповедь, когда человек любит Бога и любит ближнего. Я даже в это воскресенье у нас в церкви говорил, что если... Ну, как посвятить себя Богу и любить Бога? Это сделать Бога своим наибольшим счастьем. Потому что если человек не находит счастья в Боге, значит, его сердце совсем не посвящено Богу. Если вот человек сделает Бога своим счастьем, своей радостью, своим удовольствием, тогда у него есть как бы камень опоры, точка опоры, основа, на которой он стоит тогда, что он меньше полагается на людей. То есть он не ищет счастья в других людях или в других мужчинах, в других женщинах. У него есть счастье в Боге. И вот это как бы основа, это опора. А вторая великая заповедь возлюбит ближнего, как самого себя. Практически вот эти две истины, они меняют все. И что происходит? Почему вот если говорить о семьях, если оставить Халлевуд, оставить мир, оставить неверующих, говорить о христианах, то вот какая здесь опасность? Человек думает, что если он человек на расстоянии, то я могу его чтить, уважать, в лучшем случае не унижать, это же не мой человек. А когда стоит вопрос семьи, подкрадывается такая лукавая, я бы сказал, очень лукавая мысль. Но это же мой муж, мои дети, моя жена, я могу им сказать, что я думаю. Подожди, мы ведем себя, как будто мы собственники своих ближних. И поэтому мы на них можем кричать, огорчаться, повышать голос, высказываться, хмуриться на них, как будто это наша собственность, на которую мы имеем право. А мы забываем, что это не наша собственность, это только дар Божий в нашу жизнь. Если я сегодня на передаче, ты мне сдал этот дар, это мой дар. Да, я могу пить эту воду, пользоваться, но я не имею права, что его бить, разрушать. Это дар, но дар для того, чтобы было благословение. Точно так, когда мы посмотрим, что наши дети, наша семья, наши близкие, наши друзья, наши служители, пасторы, это дар Божий в нашу жизнь, и мы не есть собственники, тогда мы их не будем огорчать, мы их не будем унижать, мы не будем о них плохо говорить, тогда выиграют все. Мы выиграем, в первую очередь, от того, что будем всегда чувствовать себя хорошо. Выиграют наши ближние, что они будут всегда чувствовать себя хорошо. И что выиграет все общество, потому что мы будем любить друг друга. Вот эта важная, ценная мысль, отказаться, что наши ближние, это они принадлежат нам. Нет. То есть вот и когда мы начнем с таким отношением относиться к ближнему, тогда мы их не будем ранить, не будем унижать. Значит, не будет ссор. Значит, мы будем желанные. Люди будут говорить, я пойду к этому человеку, я там буду чувствовать себя хорошо. А часто мы избегаем некоторых людей, потому что говорим, только его встречу что-то наговорит. Испортит настроение. А чего человек так себя ведет? Потому что он думает, что он имеет право на другого человека. А Бог нам не давал этого права. На суверенитет другого человека. То есть человек как-то посягает на территорию своего ближнего. Иисус это то же самое назвал. Не судите, что судимы не будете. То есть не лезть на чужую территорию. И вот моя мысль, когда я занял такую позицию, что мои дети это дар Божий, моя жена это дар Божий. Это не значит, что я совершенный, но я с почтением отношусь. С любовью отношусь. Из-за чего? Из-за Иисуса Христа. Поэтому я думаю, какой у меня был этот хороший год. Похоже, что следующий год будет еще лучше. Почему? А я буду любить больше. Я буду ценить лучше. Я буду использовать каждую возможность, чтобы кому-то сделать что-то доброе. По мере моих сил, по мере моей возможности. Просто сделать что-то доброе. Ты знаешь, эта мысль потрясающая. С годами, я вот заметил, разменяв 50. Ты еще... Разменял. Ты разменял. В этом году разменял 50, да. Время меня тоже не балует. Время не балует. Но ты меня не догонишь все равно. Хотя наступаешь на пятки, но не догонишь. Когда разменял 50, я заметил, что... Понятно, что у каждого из нас есть узкий круг друзей. Понятно, что ради друга временами ты душу свою положишь. Как Христос говорил, полагай душу. Но с годами начинаешь понимать, что то самое близкое, твои родные, те, которые всегда рядом, это самое ценное и дорогое, что у тебя есть. Да, есть друзья, есть сослуживцы, есть соработники, есть все остальные, есть друзья в церкви, есть служителя. Но вот этот самый узкий, эта ячейка семейная, домашняя, родственная, это самое дорогое. И от этого... Да, да, и потому что могут приходить друзья и уходить. Перейдешь с одной церкви в другую. Переехал со страны в страну. Со страны в город в другой переехал. Или круг друзей новых обрел. Но то, что Бог дал тебе с самого начала, это с тобой forever. Это с тобой forever. А вот что интересно, два момента хочу сказать. Во-первых, от этого зависит, будет ли человек чувствовать себя счастливым, нужным, ценным или нет. То есть тебе тоже такое... Это везде. Это Бог поместил человека в семью. Мне кажется, это кому-то, слава Богу, что когда 50 доходит. Но иногда 50 пришло, а мудрость не пришла. Но кто-то действительно понимает это весьма рано, что больше всего, где люди ссорятся, в семье. Разводятся в семье. Теряют семью. Они думают, что на стороне больше счастья, нежели внутри. Поэтому они стараются разрушить то счастье, которое у них есть, чтобы как-то приобрести новое счастье. И поэтому что люди делают? Они ждут понедельника. Они думают, что у соседа трава зеленее. Они ждут первого числа и говорят, вот с нового года точно буду счастливым. А на самом деле, да, я верю во время. Мы верим в исчисление времени. Но на самом деле есть другая сторона медали, что счастье начинается с любви и любить тех, которые рядом с тобой. Это, ну, как бы самое первое, самое главное, самое ценное, что вот начать любить и чтить тех людей, которые возле тебя, которые рядом с тобой. Потому что если мы разрушили вот этот узкий круг и не любим их, и говорим, я буду друга любить, знакомого любить. Вот часто люди доходят до абсурда, говорят, лучше с собакой жить, чем с человеком. Потому что собака как бы меня не обижает. А на самом деле, если тебя обижают другие люди, то, скорее всего, ты их в сердце своем не любишь. Ты их не чтишь. Ты не принимаешь их такими, как они есть, а постоянно пробуешь их изменить под свою планку, под свой образ, под свое понимание. А когда ты пробуешь поменять других людей под себя, то это никогда не произойдет. Ты знаешь, никогда не произойдет. Больше всего мы не любим, когда нам болит. Больше всего человек не любит. Но это именно то, что очень часто мы причиняем другим. Нам это неприятно. И не замечая, что то, что нам более всего неприятно, ну, какая-то боль, какая-то, что-нибудь такое, мы очень часто так пренебрежительно, так бегло, так небрежно можем делать это для других. Вот смотри, вот смотри. Я вот эту мысль ухватил, очень интересная мысль, которую ты говорил, что Бог дал семью. Это от Бога. Это то, что Бог сотворил. Это от Него пришло в человечество. Помнишь притчу, когда Христос сказал притчу, ибо Он поступит, как человек, который, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, дал им имение свое. И вот семья, это, я так понимаю, это Его имение. Это Его имение. Оно дано нам на время. Оно на время. Потому что там по возвращению, Он, написано, возвратившись, Он призвал рабов и требовал у них чего? Отчета. Отчета, совершенно верно. И вот одно из имений, которое Бог дал для человека, это семья. Это Его имение. Это не мое имение. Вот не так давно я беседовал в этом уходящем году, я беседовал с рядом наших партнеров, и позвонила мне одна сестричка, 56 лет. По-моему, где-то в Калифорнии или в Орегоне они живут. Они партнеры долгое время. И сказала мне скорбную мысль. Мужу, ему тоже чуть больше 50, вот так, как нам с тобой. И он отошел в вечность. И вот. И я как мог утешал, ее как мог говорил, ну, знаешь, как мы можем в этих случаях утешаем друг друга семи словами, так говорю, Бог дал вам мужа на время. И она говорила, что у них благословенная семья, хорошее отношение, прекрасные богослужащие дети, уже внуки есть. Вот. Но в молодом возрасте. И вот Бог дал на время. На время. И почему он забрал, как мы говорим, это его прорегатива. Это он знает, почему. Это он знает. Единственное, что мы можем, это принять этот, как свершившийся факт. Это даже не как трагедию принять. Потому что мы встретимся с родными. То есть, и вот Бог дал на время. Точно так, как мужу Бог дал, может быть, на время. Ну, нам бы хотелось, чтобы вместе ушли в покибытие, во дворинцу Господа. Но кто-то умирает раньше, кто-то умирает позже. Бог дал, Бог и взял. Да будет имя Господа благословен. Точно так Бог дал на время детей. Ты еще не женил своих? Еще нет, пока. Вот смотри. Вот как бы, они будут твоими, и Ольги будут, но, но они выходят в свое море, как мы говорим, жизнь, жизненное море, и потом... Больше не принадлежат. Это его имение. Это его имение. И вот в плоскости нашей беседы, если бы мы с позиции этого, с позиции того, что это Божий дар, как ты сказал, что семья – это Божий дар, вот если бы мы с каждым годом мы учились и мудрели, мудрели, да? На самом деле нам, а нам вот так, как мы говорим о прошедшем году и встрече нового года, то на самом деле нам не нужно с каждым годом мудреть. На самом деле нам нужно, как бы сказать, принять решение быть добрыми сегодня. Вот когда мы сделаем решение, что я именно сегодня буду добрый, сегодня буду любить, сегодня буду ценить, тогда знаешь, что произойдет? Тогда действительно мы с каждым, не только годом, месяцем и неделей будем мудреть. Почему? Потому что, когда мы сфокусировались на то, чтобы делать добро сегодня, любить сегодня, и не нужно искать, вот эту мысль очень важна, не нужно искать, кому же сделать добро, кого же любить. кого же найти в такой нужде, вот в такой нужде, чтобы ему помочь, да не нужно это делать. Вот тому человеку, который рядом, возле тебя, который на твоем пути, который в твоей нужде, вот просто сделай ему добро сейчас, сегодня, и почувствуй, что ты нужный, ценный, и ты мудреешь. Вот и все. Дело в том, что оно естественно должно быть проявляемо. Оно естественно. Не напрягаясь. Ты не надуваешься, и мысли, вот голова такая не становится от мыслей, кому же, кому же, кому. Оно идет естественно. Оно естественно, я так понимаю. То есть оно автоматически идет, потому что по-другому ты не можешь. Это образ мысли, это образ жизни, это образ служения, служить ближнему, и служить тем, которые рядом с тобой. Почему написано, Моисей говорит, научи нас так, исчисля дни наши, дабы нам приобрести сердце мудрое. Вот смотри, не зря, не зря вот бытует эта жизненная мудрость о том, что с годами человек становится более зрелый, более рассудительный, во многих проявлениях сдержанный. Если по молодости там мог тебе, знаешь, позволить, так с годами ты начинаешь вот в другом человек видеть творение Божие, в другом, в ближнем своем видеть ценность, видеть не social security номер, social security, да, не social security, но видеть что-то самое ценное и дорогое, не менее ценное в глазах Божьих, чем я. Я думаю, что я самый ценный в глазах Божьих, а остальные вот как предаток. Но, 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 это так не бывает. Он не менее ценный, ты не менее ценный. Конечно. Вот ты не менее ценный, чем я. То есть, ты не такой, как я, ты другой. А то, что ты другой, не означает, что ты выше или ниже меня, ты другой. Так Бог уникально нас и сделал. И если бы мы научились в этом видеть, и понимать, и разуметь, и так жить по этому правилу, тогда, наверное, мир бы лучше был. Аминь, я сто процентов согласен. Дело в том, что иногда мы судим по взгляду очей и по слуху ушей. То есть, если мы посмотрели на человека, и он красиво выглядит, то есть, хорошо одет, прилично, приходит мысль, а может, мне не нужно именно его любить, ему помогать, ему служить. А вот, если я нашел человека уже, он грязный, заросший, если это мужчина не бритый, жалко-жалко выглядит, наверное, он нуждается в моей любви. И что? Мы начинаем как-то, ну, судить. Мы начинаем, ну, уже людей различать на, скажем, на разные категории. И что, к чему я веду мысль? И мы снова и снова теряем возможность быть настоящими людьми, вот, любить всех одинаково и естественно. Вот таких два маленьких примера приведу, если возможно. Вот самых, которые вот на этой неделе произошли в нашей жизни, в моем доме, в моей семье. То есть, я понял, вот ту мысль, которая говорит, что нужно любить рядом людей, которые есть. Даже если они супер красиво одеты, мы же сердца-то их не знаем. Мы же не знаем, через что они проходят, в чем они нуждаются и так дальше. Если мы видим, что он красивый, помытый, побритый, если он еще в костюмчике сидит, в галстучке, значит, он ни в чем не нуждается. Нужно любить только тех людей, которые где-то в Мексике или вот где-то супер бедные. Они, наверное, нуждаются. Но Писание говорит, возле ближнего, как самого себя. Ну, первый такой интересный случай. У нас покаялись две сестры, они были небольшие, ну, молодыми пришли в церковь, родители абсолютно неверующие. То есть, и они умерли примерно один и другой, папа и мама, может, год разницы, как они умерли от алкоголя. Вот просто сгорели. Примерно в 50 лет умерли, что один, что другой. Здесь у нас в городе, в Сакраменце, абсолютно неверующие. Да, от алкоголя сгорели полностью. То есть, вначале мама, то есть, не смогли спасти. Молодая женщина, где-то 50 лет, умерла от алкоголя. И потом папа через год полностью умер. А дети покаялись, пришли в нашу церковь. И так получилось, что одна чуть-чуть старшая дочь, другая моложе дочь. И кажется, ну, вы же должны как-то становиться на ноги. А потом старшая дочь уехала, младшая начала жить сама. Начала жить сама, хотя сейчас старшая дочь назад в Сакраменце возвратилась. И вот младшей дочери где-то лет 17. Но обычно в Америке как мы думаем? Ну, пусть живет, пусть становится на ноги. Но, что интересно, к чему я веду мысль? Любить ближнего, делать добро тому, кто рядом с тобой. И Бог положил на сердце моей жене и еще другим людям помочь ей. Оказывается, у нее, так как она сейчас осталась без родителей, родители все пропили абсолютно. Ни образование, ни бизнеса. Нужно платить ежемесячно аренду. У нее нет ни кровати, ни матраса, ничего нет. Но в церковь-то она приходит красивая, улыбается. И вдруг мы узнаем, что там нужда огромная. То есть, оказывается, пищи нет, матраса нет, постели нет. Вот человек просто спит на полу. А мы-то, судим, красиво оделся, пришел в церковь, слава Богу, рад тебя видеть, дабы сны тебя Господь. А человек в огромной нужде. И как личность, и материально. И вот они решили купить сейчас кровать, матрасы, постель, полностью все. Пока вот она поедет сейчас к бабушке. И вот буквально вчера, говорит моя жена, мы поехали в магазин купить все ей. Вот просто все купить. И говорят человеку, которого первый раз в жизни видят, продавец, что мы покупаем так и так. Вот мы собрались, там, несколько семей, помочь человеку, который рядом возле нас. И этот продавец, который никогда не знал, эту девчонку не знает, не видит, никогда. Он говорит, вы так коснулись моего сердца, оказывается, вы делаете добро другим людям. Говорит, все мои скидки, которые я, как работник, здесь имею, это абсолютно не славянин, не славянин, американец. Говорит, я вам даю. И он сделал огромные скидки полностью. Потом говорит, приедьте завтра, я лично от себя приготовлю большой баскет пищи. То есть, заберите, передайте этой девчонке. Жив Господь. То есть, к чему я веду мысль? Иногда думаю, кого любить? Кому помочь? Если найду вот кого-то на стороне, может, ему помогу. Нужно помочь тому, кто рядом с тобой, кто возле тебя, кто вот, вот это сын, это дочь, это ближний, вот который на пути. Не нужно говорить, ну, если он еще не умирает, не помогаю. То есть, и вот в этом суть жизни. Или вот второй простой пример, почему он шокирующий для меня? Потому что я подумал, вот этот американец, он не ждет супер возможностей, что если я его знаю, я его понимаю, то я ему помогу. Он увидел нужду? Он помог. Он говорит, вы просто, как на английском мы говорим, он сказал, you made my day. Да, да. Говорит, ты все, ты дал мне возможность жить. Или второй случай, буквально вот два дня назад встречался с человеком, молодой, красивый, выглядит супер, образованный, тридцать три года, все. И он говорит, я хочу с тобой встретиться. Что такое? Говорит, я пришел в вашу церковь один раз, говорит, ты подошел ко мне по-настоящему, заинтересовался мной. Говорит, я пришел через месяц снова, ты снова подошел ко мне. Говорит, я видел, ты по-настоящему хотел узнать, как у меня дела. И вот что он говорит, люди думают, что у меня все круто, все классно, потому что красиво выглядит, образованный очень. Машина может быть красивой. одет солидно. Вот смотришь, думаешь, человек модель. Говорит, а в душе у меня много боли, у меня много ран, у меня огромная семейная беда, меня жена полностью оставила, она не хочет со мной жить, то есть там, ну целая трагедия. И он говорит, у меня здесь есть много знакомых. Говорит, у меня есть много людей с церкви, с детства верующих. Говорит, я за ними бегу, а у них нет времени для меня. Говорит, а ты меня не знал, и ты заинтересовался мною. И я подумал, я не знал, кто он, откуда он, просто решил человеку помочь. А человек говорит, это моего сердца очень сильно коснулось. Я думаю, вот в чем суть нашей счастливой жизни. Есть сегодня день, есть сегодня человек, есть сегодня нужда, люби его. Люби того человека, который возле тебя. Помоги тому человеку, который возле тебя. Не нужно говорить, вот с Нового года, вот что мне Новый год принесет, кому-то помогу. Не нужно кому-то рядом, который возле тебя, послужи ему, помоги, спроси, как тебе помочь, чем тебе послужить. — Самая лучшая новогодняя резолюция, самое лучшее — это не делать новых резолюций. Знаешь, новые лозунги в следующем. Как ты верно подметил, самая лучшая резолюция — это исполнять то, что уже в этом году ты можешь делать. Потому что вот этими лозунгами многие люди живут новогодними и предновогодними и посленовогодними чаяниями, ожиданиями, желаниями. И так вся жизнь проходит. Все в желаниях, в желаниях, в желаниях. Ты исполняй то, что у тебя уже есть. Ты обрати внимание на того, кто рядом с тобой сегодня есть, а не завтра, послезавтра, третьего дня. И не хороший ли это пример, о чем ты привел, пастор Виктор, не хороший ли пример для подражания, вместо того, чтобы тратить деньги на зачастую ненужные подарки в кругу семьи, в кругу друзей, только ради того, чтобы не сказали, он бы с подарка пришел. Да эти подарки, по большому счету, они, знаешь, эти безделушки, они по большому счету, ну, много пользы не приносят. Ты сегодня получил этот подарок, завтра ты за него забыл. Или передарил еще кому-то. Даже такое есть. Так вместо того, чтобы найти, может, в эти праздники, в этот период, сезон, да, может найти нуждающихся, может заметить, может заметить нуждающегося. Мне кажется, что и подарки хороши, нуждающиеся хорошо. Но вот что касается подарков, я заметил такую вещь, я себя же проверял, свой дом, плюс дети. И вдруг я пришел к такому выводу, часто открывают подарки, они несчастливы. Ну, конечно. Они недовольны. И я сел, вот, к примеру, как мы сделали в этом году. Я сел и подумал, а почему подарки не делают нас счастливыми? Потому что это уже стало принудительным. Все делают, я должен это делать. Чтобы не осудили. Чтобы не осудили. Я собрал семью и говорю, слушайте, чтобы подарки сделали нас счастливыми, это должно быть добровольно. Ну да. И по мере сил. Хочешь, сделай. Не напрягайся. Не хочешь, не делай. Ты знаешь, когда я вот так поступил, расслабила всех. Все так аж вздохнули. Ну, как бы, о, интересно. А то, знаешь, вот эта традиция, она делает нас рабами. Вроде на первый взгляд, хорошая традиция. А смотришь, она не делает нас счастливыми. Поэтому, во-первых, когда мы делаем подарки, нужно делать это добровольно. И второе, что по мере сил. Точно так добродетельно, когда мы делаем добровольно и говорим, вот я добровольно что-то сделал это. Если тебе подарили что-то добровольно, ну то же, что будь счастливым. Будь счастливым, и что это сделает нашу жизнь счастливой. То есть моя мысль и наша передача сегодня о том, что уходит старый год. Счастливые ли мы? Приходит новый год. Что он нам принесет? А на самом деле он принесет нам новые возможности, новые шансы. А вот будем ли мы счастливые или не будем счастливые, это уже наш выбор. Это в зависимости от того, какую позицию мы займем, какой наш будет настрой, как мы отнесемся к другим людям, сделаем ли мы это от сердца или нет. Или, я считаю, самый большой от сердца подарок, во-первых, это улыбнуться, и, во-вторых, сказать доброе слово. Вот просто увидел человека, улыбнись ему, скажи доброе слово. Знаешь, как я говорю, встретил человека, торопись и спеши сказать ему доброе, приятное, хорошее слово. Потому что такой возможности у тебя может быть не повториться. Она может не повториться. В моей практике, Виктор, было неоднократно. Когда встречаешься, вот даже в служении, когда нес служение в церкви, вот встречаешься с человеком, чувствуешь от Господа или от Духа Святого, или от внутренних побуждений, вот что-то вот в этом. Сказать что-то человеку, вот даже сказать, что у него красивый галстук, вот даже сказать, что он приятно выглядит. И ты это... Однажды в моей жизни такое было. И я подавил в себя, думаю, дабы не возгордился. Какие мы добродетельные. Мы делаем добра, чтобы не возгордился. Это же нам внушили такое мышление. Это уже года прошло. С тех пор я эту практику отрекся от этой практики. Отменил. Так вот, и я сдержался. Его похоронили на следующей... Молодой человек. Его похоронили на следующей неделе. И я вспоминал это неоднократно. Я вспоминал неоднократно. И когда я использовал в будущем, после этого я использовал эти моменты, я не жалел, я не скупился на доброе слово. На доброе слово. И ты верно подметил. Это сам Господь тебе сказал, сказать это сегодня в прямом эфире. О том, что когда ты заметил того молодого человека, ты инвестировал, ты настолько инвестировал что-то доброе, вечное. Это семя было посеяно, что он будет за тобой бегать, как по пятам будет бегать. И в твою церковь придет. Почему? Потому что ты сделал то, что другие просто игнорировали. Или скупились, чтобы сделать. Однажды, это тоже в тему. Однажды, знаешь, как получилось у меня, что после тех небольших случаев, однажды подошел ко мне человек, после проповеди служения, подошел ко мне американец и сказал доброе слово. Он ни слова не понимал, что я проповедую. По-русски проповедую. Он говорит, пастор Юрий, так слово ты говорил хорошо. Я говорю, ты же ничего не понимал. Но я в духе чувствовал. И думаю, смотри, какой добрый. Смотри, какой добрый. Ничего не понимал, но он что-то в духе почувствовал. Я возьми ему и скажи, у тебя очень красивый галстук. Я возьми ему так и скажи. Это, кстати, было в преддверии, я помню, Нового года. То есть это было как раз декабрь месяц. Почему я это помню? Потому что это сфотографировано в моей памяти. Я приложу толкование сейчас. И я ему возьми и скажи. У тебя очень красивый галстук. Говоря, исповедуясь как на духу, что галстук был нормальный. Так, чтобы он был, как у президента Трампа, нет. За 500 долларов или за 700 галстук. Ну нормальный, красивый. Уже много лет с тех прошло. Но я храню тот галстук. Что ты думаешь? Я ему сказал, руку пожал и пошел к другим людям. И прибегает через несколько минут ко мне в офис. Я пришел в офис. Прибегает сестричка из церкви. Пастыр Юрий, нашел меня мой босс. Я говорю, какой босс? Американец говорит, это мой босс. Это он владелец, дентист компании в Сиакле. Такая хорошая компания у него. И говорит, мы на него работаем. Он нашел меня. Руки дрожат. Снял этот галстук. Пастыр Юрию понравился мой галстук. Пожалуйста, занеси. Пожалуйста, занеси. И она приносит этот галстук. И с этим галстуком он выписал чек. Большой чек. Говорит, это на служение пастыра Юрия. С тех пор он стал моим партнером. Уже много лет прошло. Он стал партнером нашего служения. То есть практически по сегодняшнему. Оказывается, от нас зависит, если мы делаем доброе. Конечно. Сеем доброе. Конечно. Отдаем доброе. Что это семя возвратится к нам, как жатва. Возвратится. А получается точно так же. Если мы не сеем доброго, то получается мысль, то, что сеем, оно и возвращается в нашу жизнь, как жатва. Поэтому я как бы эту мысль преследую, что не нужно нам искать израненного на дороге. Вот из притча о добром самарянине, да, он шел тот, кто был на его пути, тому он что и помог. Вот мне кажется, суть Евангелия, суть доброй жизни, суть добрых дел, что помоги тому, кто на твоем пути. Все. Один человек постоянно меня исправлял. Вот сколько я помню, то столько он меня исправлял и исправлял и исправлял. То есть никогда ничего доброго. Прошло, я помню, 8 лет. Я уже был пастором 8 лет. И я говорю, слушай, за 8 лет я ничего доброго в свой адрес от тебя не услышал. Только критика. Только критика. И это было правда перед Богом, перед людьми, не про увлечение. Я сказал эти слова в глаза этому человеку. Он, знаешь, что ответил мне? Это мое призвание исправлять тебя. И я думаю, Боже, какое, ну, заблуждение, обольщение. Ведь я не жду. Уже я только вижу его, я уже убегаю. Исправил ли он меня? Нет, конечно. Нет. Но настроил ли он меня против себя? Да. А в случае, если обличение тебе кто-то делает, как ты реагируешь? То есть, ну... Ты принимаешь обличение? Обличение, ну, как бы описание говорит, цель же увещевания. Любовь от чистого сердца. То есть ты принимаешь. Если, конечно, если ты видишь, что человек тебя любит и говорит доброе, ты с радостью это принимаешь. Недавно, вот буквально неделю назад, мне один человек сказал, мы же начали служение на английском языке. А я же никогда не учил английский язык. Не был ни в школе, ни в колледже. Теперь мне нужно учить, представь, моих 50 нужно учить английский. Естественно, это же речь, это акцент, это все моменты. И один человек, я знаю, что он от сердца меня любит. И он говорит, пастор Виктор, вот я слушал твою... Это было две недели назад. Английскую речь. Английскую речь. И он говорит, знаешь что? Вот тебя еще тяжело слушать на английском языке. Что это? Это обличение. Но ты чувствуешь, что человек с любовью это сделал. Он не сказал, какой твой ужасный язык английский, и ты еще отстаешь от профессионалов. Он вроде обличил меня, но я почувствовал, что это для меня вызов. Дальше учить, что есть надежда, есть уже прогресс. Но это своего рода так же. И обличение. А если человек пришел в тебя, унизил, откритиковал, какие слова ты неверно сказал, какой у тебя акцент, где ты ударение неверно сделал, и ты думаешь, и что от того, что ты меня покритиковал. И вот многие люди думают, что у них есть призвание кого-то обличать, унижать, критиковать, исправлять. На самом деле, я хочу сказать плохую новость. Вы настраиваете людей против себя. И придет плохая жаба. Есть, совершенно верно, есть критика конструктивная. Слово конструктивно, я даже не знаю, как его перевести, чтобы оно доступно было. Конструктивно. То есть есть критика, которая строит человека. Ну, критика. То есть обличение, потому что это по писанию. И обличение, даже наказание есть, даже вразумление есть, увещевание есть, весь все. Но это для того, чтобы оно по-украински будуе, оно строит. Но не с тем, чтобы разрушало. Христос, то есть Господь, когда Он обличал человека, Он это делал с целью строить человека, строить личность, строить его характер, строить его будущее, то есть исцелить его настоящее. Не с тем, чтобы опустить его ниже плинтуса. Конечно. Не с тем, чтобы унизить его, оскорбить его, опустить его. Не с тем. Господь никогда не делает. Мы зачастую позволяем это, потому что не так посмотрел, не так подумал. А у меня какие-то свои, может быть, мнения относительно. Вот я подошел, я тебе вот так и высказал. Сколько, пастор Виктор, сколько, ты тоже был на открытии «Импакта». Ты тоже был на открытии «Импакта» много лет назад. И это, ты помнишь, с тех пор, сколько я лично и наш офис, сколько он получает и получал на протяжении этих лет звонков, мнений, советов всевозможных на своих наблюдениях со стороны зрителей, со стороны партнеров. Буквально я благодарен Богу, что 95-99% из всех, это даже если кто-то, а мне многие звонят, например, с какими-то советами, с какими-то программой не понравилось, у проповедника слово не то, что-то чуть-чуть не по писанию, там что-то вот, но в подавляющем большинстве человек, когда заканчивает свою речь, он говорит, братюра или Юрий Михайлович, но вы знаете, что не обидеть, мы все равно любим смотреть. Вот даже та программа, которую я вот того говорит проповедник, оно я не очень его не люблю. Я, говорит, чтобы не ломить свое сердце и не осуждать, я переключу или выключу. Говорит, ну, да благословит его Господь. То есть таких случаев было неоднократно. И я благодарен Богу за это. Потому что если бы нам звонили, если бы звонили... И постоянно критиковали. Постоянно критиковали, я не знаю. Убило бы. Я бы сказал, слушай, я закрываю эту лавочку, зачем она мне нужна, да, этот магазин. Но из-за того, что масса людей говорит, мы молимся. Добрые слова. Мы молимся, мы поддерживаем, мы любим, мы инвестируем, мы жертвуем. Да благословит его Господь. Вот это строит. Вот это строит. Вот, кстати, вот два момента. Ну, первое, с точки зрения даже рекламы и бизнеса всегда учат. Вот у кого есть там Twitter, Facebook, время от времени кто-то делает рекламу, то они учат так, что если ты хочешь сделать одну рекламу, то сделай минимум 90 хороших, добрых просто каких-то моментов, мыслей или изречений, которые будут людей строить. Потому что даже в рекламе, если человек дал чуть-чуть больше рекламы, чем хорошего, то люди уходят, они просто делают delete на английском языке, мы говорим, то есть отключают себя, и что они не слушают. Другими словами говорят, 90% должно быть полезного, созидающего, и только чуть-чуть, ну, скажем, такого момента, который может быть, ну, как реклама. Точно так в жизни. В жизни нуждаемся ли мы в каких-то исправлениях? Да и аминь. Несовершенные ли мы? Конечно. Делаем ли мы ошибки? Да каждый день. То есть это постоянно в нашей жизни есть. Но стоит вопрос, так почему же мы не воспринимаем критику? Первое, мы не видим, что человек любит, и что он говорит действительно доброе в нашу жизнь. А вторая причина, как я смотрю, что часто критикуют те люди, которые не являются делателями. То есть они не делатели. Если человек не делатель, а он просто, ну, теоретик, от него очень сложно что-то воспринимать. Почему? Потому что он не был, как мы говорим, в этой обуви, в этих туфлях. Он не сидел в этом кресле. Он не брал этой ответственности. Он только приходит и говорит, ну, что так плохо. Получается, что человек не может это воспринять. Он не может, ну, скажем, поверить, что это, ну, будет правильно. Но на самом деле, как я говорю, мы все несовершенные, и нам нужно исправление. Но оно должно быть очень-очень маленьким. На самом деле нужно сказать, очень просто скажем, вот, сегодня ваша передача была суперкрасивой, суперхорошей. Вы сказали много хороших вещей. Мне вот эта мысль понравилась. Вот это, вот это. А вот здесь вы чуть-чуть затянули. Как бы? Тогда человек думает, хм, точно. А если человек позвонит и говорит, да что вы там тянули эту резину? Ничего толкового не сказали. И ты думаешь, спасибо, больше не звони. Почему? Потому что человек не сделал что-то доброго. От сердца не сделал доброго. И вот точно так в нашей жизни мы часто исправляем мужа, жену, детей. А не говорим много... Но не говорим много хорошего и полезного, как это стало в благословение нашей жизни. Поэтому получается, что мы настраиваем людей против себя, а не за себя. И вот это как бы важная мысль, потому что мы же сейчас это не говорим кого-то научить. Мы говорим это и для себя в первую очередь, и для всех нас. Как бы вот этот, скажем, год, этот день и следующий год, он был действительно в благословении, в созидании, чтобы мы говорили, слава Богу, идет Новый год. Я... Бог дал мне еще один шанс. Я так много успею вокруг себя сделать доброго. Люди будут любить меня. Люди будут помнить меня. Но самое главное, я буду наслаждаться своей жизнью. Ты знаешь, вычислено. И я приводил это на прошлой неделе, возможно. Прошу прощения, если я повторю эту мысль. Вычислено не так давно. Я получил эту информацию и сразу ее озвучил неделю назад в эфире. Вычислено, что японцы – это очень уникальная нация. Во-первых, у них в ближайшее время будет свыше миллиона долгожителей, те, которые живут сто лет и выше. Вау. Это, наверное, больше всего в мире. Больше всего. А по причине того, я работал с японцами. Я когда прочитал, думаю, точно смотри. То, что я знал еще 20 лет назад, научно подтверждено. Они не позволяют себе критики в адрес других. У них это отсутствует. Если он будет говорить, он так тебе скажет. Тут японец. И из-за этого определили, что из-за того, что у них больше позитива, даже если видят… Больше доброго. Больше доброго. И они это говорят. Заключая огромные сделки, он никогда не опустит тебя. Он таким образом свою точку зрения изложит или бизнес-платформу, что собеседник сразу заинтересуется. И я так подумал, думаю, слушай, да у христиан же намного… Есть учения намного лучше, чем у буддистов. И то буддисты, смотри, как они практикуют свое и долго живут. Да христиане обладают намного больше. Поэтому, друзья, мораль нашей беседы – это какова? Это сеять семена добрые, благословенные, хорошие. И не только судьбы тех, кто рядом с нами. Но начиная с Иерусалима, а потом идет дальше. Идет Самария или Галилея. Идет Галилея. С Иерусалима, Галилея. Иудея. Иудея, да. Галилея, Самария до края земли. То есть вот это Иерусалим – это наше. Это то, что рядом с нами. Затем идет Иудея чуть шире. Затем идет Галилея чуть шире. Самария, а потом до края земли. Будем сеять, вот, да благословит Господь. Несколько слов, пастор Виктор, у тебя есть слово. Программа подходит к концу уже, да? Да, уже подходит к концу. Спасибо, спасибо, пастор, за приглашение, за возможность поделиться этими добрыми словами. Ну, что, Возлюбленный, хочется сказать. Давайте вот этот год, который у нас остался, у нас еще есть целых две недели, поставим для себя простую вещь. Каждый день тот, кто стоит на нашем пути. Кому-то от сердца, от сердца сделать что-то доброе. Может улыбнуться, может сказать доброе слово, может кому-то помочь по мере наших финансовых возможностей. Вот, вот, просто сделать, что мы можем. Может физическим каким-то трудом, может что-то действительно высказаться доброе, комплимент сказать. И второе я бы советовал. Каждый день благодарите Бога за что-то доброе, за Иисуса, за Его кровь, за спасение, за прощение грехов, за освобождение. Просто начните искать то доброе, что Бог сделал в нашей жизни. К чему это приведет? Это приведет к тому, что мы проживем счастливо этот год и Новый год мы будем встречать с большими ожиданиями ожиданиями веры, любви и Божьими благословениями. Спасибо, пастор Виктор. Да благословит Бог и тебя, и семью, и служение. Вот, и все, что вы делаете, пусть следующий год будет намного успешнее, плодотворнее уходящего. Аминь. И так до пришествия нашего Господа. Желаю и благословляю вас и народ Божий, ваши все проекты, и через все это имя Божье да будет благословенно и прославлено. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь с нами в эти праздничные дни. Мы будем с вами постоянно. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова